Моя консоль Моя консоль То что нового я увижу? Те же самые компьютерные игры Никакого нового, принципиально нового геймплея Я сейчас не беру в учет различные карманные консоли Говорю только о тех, что подключаются к телевизору И если взять тот же компьютер Воткнуть в него геймпады те же беспроводные Подключить сам компьютер к телевизору Получится тот же самый геймплей И с немаловероятностью те же самые игры Благо все нынче выходят кроссплатформенными Ладно, не все, но очень и очень многие Да, опять же повторюсь На тех консолях есть уникальные игры Но в большей части нового геймплея я не увижу И это же тема несколько иная Возможность как-то целиться Или размахивать этим контроллером Это нечто иное Нечто новое Но все равно Купить я ее решился только после того, как увидел вот это видео В рамках этой передачи Junk It Автор рассматривает различные консоли С точки зрения практичности Стоит ли их покупать сегодня Для чего их стоит купить Какие там есть интересные игровые серии Насколько сложно их взламывать Как трудно найти различные аксессуары И рассказ про Wii меня в этом плане порадовал О том, что сама консоль стоит дешево Аксессуары найти легко После чего я наконец-то решился Полез на авито И там Купил эту консоль за 3 с копейками тысячи рублей Причем за эти деньги я получил не только саму консоль Со всеми проводами Сенсор-баром и прочим Я получил коробку со всей макулатурой Что довольно-таки приятно Я обычно не сохраняю коробки от подобной техники Я получил аж 2 V-Molta Что опять же приятно при игре вдвоем Один нунчак Вот тут не знаю Придется ли мне покупать второй нунчак или нет Посмотрим по тем играм, в которые мы с девушкой будем играть Для тех, в которые мы играли Пока что он мне понадобился А также сразу несколько лицензионных игр Некоторые, правда, почему-то были без обложки Может быть они поставлялись вместе с консолью Может быть ему кто-то подарил Я сейчас не знаю Но тем не менее Это все было довольно-таки прикольно Тут отдельно отмечу Что сейчас в магазине через дорогу По крайней мере от меня Можно купить тот же V-Molta вместе с нунчаком За примерно трияжи 3000 рублей Возможно это будет более новый V-Molta То есть сразу с встроенным V-Molta плюсом Но все равно Разница в ценах, как говорится, значительная После покупки я подключил консоль к TV-тюнеру Поскольку на тот момент телевизора у меня еще не было И начал смотреть игрушки Причем смотрел я как на 17, так и на 19-дюймовом мониторе Первым делом я посмотрел то, что называется рельсовые шутеры Или тиры Называйте как хотите То есть игрушки, где вас просто ведут по определенному маршруту Вы можете только отстреливаться И для отстреливания Вот эта вот штука оказалась очень классной Поскольку курок ложится под указательный палец просто отлично И играется это классно Стрелять по зомбиам, по всевозможным монстрам Очень и очень прикольно Мне действительно это понравилось Это вот приближает игру более или менее К настоящему аркадному автомату Которых я в жизни не видел ни единого А House of the Dead изначальной серии Которая пришла с игровых автоматов И вторая и третья часть Я насколько помню тоже портирую на Wii Посмотреть их будет довольно таки интересно Поиграли мы причем в это В тиры вдвоем И идет на ура Это вот уже первая вещь Ради которой точно стоит домой купить Wii Причем повторюсь Играли мы на мониторе И это было более или менее нормально Во-вторых я посмотрел шутер от первого лица Это было Call of Duty 3 И Red Steel первая часть Вот тут ситуация получилась Несколько более спорная Вимолт мне показался Удобнее стика Но все еще не менее удобным Чем мышка Мышка тут вне конкуренции Но Поскольку вимолт Можно двигать на довольно большое расстояние По сравнению со стиком Который на геймпаде двигается Ну не знаю Несколько миллиметров Может быть на сантиметров Это позволяет целиться точнее Или как минимум быстро разворачиваться Не знаю Целиться мне все еще сложнее чем мышки Но попадаю точнее чем С обычного стиком В третьих я пробовал гоночки Mario Kart И что-то из серии Need for Speed Тут было совсем странно Поскольку управлять им нужно вот так То есть держишь эту штуку И поворачиваешь как рулевое колесо Оказалось это вполне удобно Я пробовал до этого играть В различные подобные гонки Где управляешь акселерометром На телефоне Играть было неудобно Поскольку ты крутишь перед собой экраны Чтобы нормально рулить Тебе должен самому поворачиваться Приходится Здесь же ты крутишь только руль Да и настоящий USB-шный руль Дал бы более точные ощущения Но стоя или сидя там где-нибудь на диване Поиграть вот так вот Это как минимум прикольно Что-то в этом есть Негативных ощущений у меня от этого не было Ну и последнее что я пробовал Это действительно игры Которые заточены под V-Mode No More Heroes Опять же первая часть И идущий в комплекте V-Sport Ну особенно мне заинтересовали Всевозможные теннисы и бокс Все и то и другое игралось прикольно Именно размахивать как-то Или делать соответствующие движения им Ну мне это нравится Оно интуитивно понятно И играть этим вполне возможно Ну так вот Попробовал все эти игрушки Я подумал что Играть на мониторе конечно прикольно Но на телевизоре будет круче И это действительно так На большом телевизоре просто банально целиться Точнее проще Особенно с моим не идеальным зрением В общем Махнул я на все и пошел Наконец взять себе телевизор Никакая PlayStation Ни Xbox Ни любая другая консоль Не заставила бы меня это сделать А V Черт ее подери Заставила И я ни капли об этом решении Не жалею Но и это еще не все У меня возникла проблема С подключением консоли к телевизору Дело в том что на ней В отличие от современец Других консолей Других производителей Нет аж HDMI Есть только свой собственный кабель Который позволяет подключить Ведь получить видеоизображение По композитному Компонентному С карт кабелью Но никакого HDMI Казалось бы Что мешало выдавать Ту же 480p картинку по нему Я не очень понимаю Даже если стандарт требует 720p Ну растяните в эту картинку Просто в тупую Почему нет Возможно Нинтендо Не хотели Какие-то отчисления Куда-то отчислять Или хотели сэкономить на железе Я не знаю Но это дало Некоторую проблему Поскольку Беру я значит Свой телевизор Я понимаю что Блин А здесь нету Привычно у меня Разъема под RCA Который еще зовут Колокольчиком Или тюльпанчиком Я уже не помню Где что больше В ходу Есть только Некоторые такие Разъемы Подписанные Как композитные Компонентные Но разъем Как будто бы Под 3.5 миниджек Что за фигня Я же вроде Телевизор специально Выбирал с поддержкой Старых разъемов Так вот Оказывается В новых Многих телевизорах Данные экономят Типа на разъемах И подключаются Вот в такой вот 3.5 миниджек Разъем Специальным переходником Где с одной стороны 3 RCA А с другой стороны Соответственно Миниджек В комплекте Нужного кабеля нет Я обошел Много близлежащих Магазинов Ни черта нет Уже Забегая вперед Скажу что Позже Пообзванивав И точнее Понаписав По электронной почте Некоторым другим магазинам Я в центре города Нашел Нужный кабель себе И в принципе В интернете Они тоже заказываются Но в комплекте Не было И найти сходу Это все таки Некоторый квест Меня спасла Динго А320 Про который я уже 100 лет Пытаюсь сделать Полноценное видео Но никак руки не доходят В комплекте С Дингой шел Подобный кабель Причем Изначально кабель Нужен был для того Чтобы Динго Подключить к телевизору А здесь я его Использую как переходник Чтобы другую консоль К телевизору подключить Но и тут все Не слава богу С помощью специального Переходника Совместив Рассеешные кабели Я воткнул в телевизор И не получил Ни изображения Ни звука Это было странно Оказалось Что кабели Нужно местами поменять Не цвет в цвет А иначе подключить Понял я это Только погуглив И узнав Что стандартного Переходника С трех рассеей На один миниджек Нет Нет стандарта И каждый производитель Телевизора Или иной техники Городит кто Что гораст В данном случае Существует тьма Форматов подключения И не все кабели Друг друг к другу Совместимы Не могу не повезти И кабель В принципе его не подошел Да можно кабель распотрошить И самому нужной Контактики подвести То есть безвыходных Ситуаций нет Но в принципе Она все таки Несколько проблематичная Так что Блин Что же стоило Сделать нормальный HDMI разъем Печально Но тем не менее Факт В конце концов Консоли я все таки Подключил Меня даже Композитное изображение Нисколько не напрягает Оно более менее нормально Читать текст Не очень удобно Играть оно не мешает Но позже Я себе обязательно Закажу Точнее уже В пути кабелей И для скарта И для подключения По компонентным кабелям Когда по трём Идет изображение В общем Проблему я решу Но тем не менее Она в каком-то смысле есть И ведь обратите внимание Нинтендо не первый раз Так поступает Вот вспомните Хотя бы Нинтендо 64 Все конкуренты Уже давно Перешли на компакт-диски А эта консоль Все еще с картриджами Для протокола Замечу Что у картриджей Есть свой плюс Например скорость загрузки Или Улучшая защита От пиратского распространения Поскольку Картриджи Производить банально дороже Чем сделать новый компакт-диск Отштамповать Но тем не менее Опять-таки Консоль отставала На поколение В каком-то смысле От других консолей Того же времени Так произошло и с Ви Также замечу Что графика у нее нормальная То есть Если вам конечно Нужна самая-самая последняя Картинка Она вас разочарует Но лично меня Она ни капли Никак не огорчает Графика нормальная Она более чем Справляется Со своей задачей И В этом смысле Все здесь Очень даже хорошо Поэтому я присоединяюсь Ко всем кто советует Вам Попробуйте эту консоль Она действительно Более интересная Чем многое из того Что можно найти Сейчас на рынке Я Искренне советую Попробовать Это действительно Уникальное Гораздо Сильнее отвечающее От всего Что только можно Управление И в отличие от Некоторых моих Других опытов С несколько Нестандартными Способами управления Это Мне очень и очень Понравилось Ну и на сегодня Это пожалуй Все Большое спасибо За возможность Поучаствовать В этой передаче Большое спасибо Всем Кто слушал Это Кто смотрел Надеюсь Я еще не раз Смогу поучаствовать Здесь И рассказать Про какую-нибудь Другую консоль Консоль Которая у меня Никогда не была Или Которая у меня В данном случае Все таки была Ну а на сегодня Это все Спасибо за внимание И до скорой встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok